Друзья, привет! Это интернет-магазин Воколесо. В этом видео я хочу показать вам диски NK. Очень крутые диски, друзья. Я вам в этом видео расскажу, что же за фирма такая NK, покажу вам параметры этих дисков, покажу вам маркировку цвета этих дисков. Мы с вами посмотрим, сколько же эти диски весят, то есть непосредственно в семнадцатом диаметре. Поставим их на весы и посмотрим, дежелые они или легкие. Ну и давайте начнем с того, что фирма NK это прям очень крутая фирма. По двум причинам, на мой взгляд. Во-первых, они заслужили свое уважение выступлениями в Формуле 1. Они поставляют оригинальные диски для автомобилей Infinity, как первичная комплектация на завод. И в-третьих, эти диски весьма и весьма недорогие. Но, конечно, друзья, не все модели, и я вам расскажу почему, но абсолютную массу дисков можно купить за вполне разумные и вменяемые деньги. Но, в общем-то, видим мы модель с вами SC46. Мы с вами, кстати, посмотрим еще комплектацию диска, чем комплектуется. И здесь указано, что диск семь с половиной шириной дюймов, 17 дюймов. Диаметр диска вылет 42, 5,114,3 это расположение крепежных отверстий, 67,1 диаметр ступичного отверстия, цвет HP. HP это насыщенное серебро. То есть диски такие прям ярко-серебристые, очень красивые. И, кстати, одни из серии NK Tuning, что обозначается такой вот гравировкой потрясающей на диске. И все это выгравировано, это не наклейки, это гравировка и сделано это, конечно, потрясающе красиво. У меня просто, честно говоря, одни эмоции от этих дисков, потому что они мне безумно нравятся. Не то чтобы даже конкретно эта модель, а производитель в целом. Но, как вы понимаете из параметров, что эти диски предназначаются в основном для азиатских автомобилей, то есть Toyota, Hyundai, Kia, Mazda, Honda, ну вот такие. Естественно, вы скажете, а диаметр центрального отверстия это 67,1, то есть не на все подойдет. Но надо сказать и о том, что диаметр центрального отверстия, то есть вот этот уменьшается прославочным кольцом и центрирующим кольцом, которое при покупке дисков NK дается вам абсолютно бесплатно. Тут только от вас сказать, какой у вас автомобиль. Ну и, как вы видите, на внутренней части диска мы видим с вами различные маркировки. Это максимальная грузоподъемность одного диска 700 килограмм, то есть на комплект будет 2 тонны 800. Хороший очень запас. Здесь указаны параметры дисков 7 на 17. Вылет все-все-все полностью продублировано. И это очень хорошо, если вдруг надо узнать параметры, а коробки нет. Естественно, коробки выкидываются обычно сразу же, то вы знаете, где это сделать. Очень красивый, стильный такой колпачок. Диски производятся в четырех странах NK. Это Япония, Таиланд, Малайзия и Китай. Данный экземпляр был произведен в Малайзии. Здесь, к моему удивлению, об этом не сказано ни слова. Может быть где-то, вот может быть буква M это Малайзия, но это не точно, друзья. То есть здесь нигде не написано слово Малайзия. То есть вы не найдете ни на коробке, ни на диске страну изготовителя. Хотя на дисках, которые произведены в Китае, такая маркировка есть. Вот в чем такая любопытная штука. Диски комплектуются вот такими колпачками NK. Это понятно. Идут они вот в такой коробке. Также в коробке вы найдете вот такой вот сборный, очень красивый и явно качественный вентиль. Очень круто. И также в коробке вы найдете инструкцию по эксплуатации диска, паспорт и гарантийку, которую мы заполним для вас и приложим ко всем документам, то есть к чеку и так далее. Ну, давайте, друзья, взвесим этот диск и посмотрим, как же он упакован для перевозки. Ну, и перед этим попрошу вас подписаться на наш канал, если вы считаете такие видео полезными, потому как это лучшая мотивация для нас делать эти видео и дальше. Рассказывать вам о шинах различных, о дисках различных. Кстати, вот видите, Nokia Hacopelita R3 на очереди к съемке. Сейчас с апреля 18-го. Ее еще в глаза, наверное, никто не видел. А вот у нас уже лежит. Сейчас начистим, на моем будет. Для съемки готово. Ну, давайте взвешивать диск. Если вы еще не подписались на наш канал, подпишитесь, пожалуйста, нажмите кнопочку. И, ну, вот чисто по такому ощущению диск достаточно легкий. Ну, давайте посмотрим, что покажут весы. 9,1 килограмма. Для дисков в 17-м диаметре, учитывая, что это литые диски, не кованные, то это очень хороший вес. Очень такой, прям невысокий. И еще одно надо отметить, что диски NK это прочные диски. Они очень хорошо ходят. Ну, давайте посмотрим упаковку. Для этого я диск положу вот так вот. Ну, и покажу вам его еще раз при таком освещении. Очень красиво все это выглядит. Еще раз давайте гравировочки все покажу. Очень все достойно. Достойно не то слово. Просто настроение даже повышается, когда берешь такие качественные вещи в руки. Так, друзья, первое. Это наша с вами обычная, любимая вот такая вот штучка. Далее. Честно говоря, в NK, по-моему, вообще не заморачиваются, особенно с упаковкой. Если, допустим, диски фирмы Replay упаковываются там вообще в 3000 пакетов, то здесь, конечно, все как-то вот так попроще. Но надо сказать, что еще ни разу не было, чтобы диски пришли какие-то там коцаны или биты или еще что-то. То есть, наверное, люди, которые продумывали упаковку, но знали, что они делают. И я вам расскажу вот сейчас в процессе упаковывания этого диска, наверное, почему. Ну, далее мы одеваем вот такую вот шапочку. Одели шапочку. Никаких больше пакетов, ободов, колец. Ничего нет. Все. Диск просто помещается в эту коробку. Все. Диск в коробке. Далее идет вот такая вот тоже картонная крышечка. Смотрите, в основном, почему я вот говорю, что, почему они не делают различные другое упаковки. Здесь они просто рассчитывают на то, что гофрокартон проложит вот эти части возможного контакта диска с коробкой. И здесь такие, знаете, становятся поплотнее немножечко места, и диск доходит в абсолютной сохранности. Ну, и, соответственно, все это дело упаковывается таким вот образом. Конечно, они обязательно пишут, что будьте осторожны, грузчики, когда перегружаете эти диски. Ну, и вот в такую историю они превращаются. Вы спросите, а что ж такое, что 5 дисков-то NK? Окей, просто дело в том, что я поставил повыше этот диск, чтобы вам было получше видно, а мне поудобнее снимать. А этот человек заказал один диск NK-Tuning из старенькой серии, поэтому коробочка немножко другая. Вот, собственно, как-то так. Все, друзья, спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на наш канал и пока-пока!